Здравствуйте, мои друзья! Сегодня я хочу рассказать вам сказку. А про что эта сказка вы узнаете, если отгадаете загадку. Слушайте внимательно. Знает даже не знаток, гвоздь сбивает. Молоток! Сказка о молоточке. Однажды на лесную полянку пришел Мишка. Он походил по полянке и никого не нашел. Мишка оставил свой след. А почему остался такой след? Правильно, потому что в слове Мишка два слога. Произнесите вместе со мной слово Мишка. Мишка. А сам Мишка ушел искать друзей. В это время на полянку выскочил Зайка. Он уже давно бегал по лесу в поисках Мишки. Мишку он не увидел, но заметил след и сразу подумал, что здесь был Мишка. Зайка решил позвать его. Мишка, Мишка! закричал Зайка, но Мишка не слышал. И тут Зайке на помощь пришел волшебный молоточек. Он ударил по одному слогу и слог прозвучал громко-громко и очень долго. Мишка! Мишка сразу услышал, что его зовут и пришел. Зайчик был рад другу, а след Мишки стал таким. Посмотрите внимательно. Ударение – это маленькая наклонная линия. Она нарисована над первым слогом, потому что первый слог мы произносили долго и громко. Он ударный. Запомнили? Молодцы! Посмотрите, какие картинки вам приготовил ученый кот. Давайте произнесем название картинок по слогам. Луна, лиса, машина, рыба, шары, радуга. Ребята, слоги в словах звучат по-разному. Одни громче и протяжнее, другие тише и короче. Послушайте. Рыба. Вы слышите, как мой голос как бы ударяет по началу слова, как молоточек. Это слышится ударение. Ударение – это когда мы голосом выделяем один из слогов и заставляем его звучать громче, сильнее. Произнесите со мной вместе слово рыба. Молодцы! Вы произнесли слово рыба с ударением. А перед вами сказочный замок. В этом замке живут принц и принцесса. Какой слог я выделила в слове замок? Правильно, первый. Давайте слово замок произнесем вместе, выделяя первый слог. Замок. А теперь давайте выделим другой слог в слове замок. Слог замок. Получилось слово замок. Получилось совсем другое слово. Вот видите, как важно в слове правильно ставить ударение. Ребята, а вы любите отгадывать загадки? Тогда слушайте. О каком предмете мы говорим? Круглое, сладкое, румяное. Конечно, яблоко. Вспомните, кто из животных, как передвигается. Ворона. Правильно, она летает. Рыба. Плавает. Кузнечик. Прыгает. Уж. Ползает. Молодцы! Вы все правильно ответили. Ребята, как вы думаете, что мы сейчас будем делать? Мы с вами будем рисовать вот такие узоры. Рассмотрите их внимательно и вместе с мамой выполните узоры. У вас обязательно все получится. А наше занятие закончено. До новой встречи, мои друзья!